У нас в гостях участница проекта издательского дома «Сибирь.Роста» Татьяна Дейнега, директор компании «Фурор» и партнер Татьяны Анна Клюкина. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Надо сказать, что компания Татьяны занимается... Это арт-салон, да? Да. Все правильно. Вы занимаетесь эксклюзивными подарками и вещей хендмейт. Да, вещи, сделанные руками мастеров Сибири, именно не Новосибирского, а Новосибирского региона. Например, из чего? Что это? Я вот смотрю у вас на руке. Это ваше? Да, я сама являюсь мастером. Я делаю украшения из разных материалов. Из натуральных камней, из натуральной кожи, с использованием керамики. То есть разных предметов, которые попадаются на глаза, так скажем. Что можно применить как-то. Также у нас в салоне представлены работы в разных техниках. Украшения сделаны из глины, из полимерной глины, из кожи, в этнической технике. Достаточно много известных мастеров, которые в городе, ну, как бы на слуху. Также представлены работы «Томская береста». У нас есть очень интересная работа нашего художника в стиле стимпанк. Они абсолютно уникальны, интересны. На них, когда смотришь, просто воображение куда-то улетает. Эти скульптуры сделаны такие механические, там, рыбы, саламандры и так далее. Ну, просто потрясающе, очень красиво, необычно. Очень много представлено изделий из кожи, начиная от мужских ремней, заканчивая портфелями. То есть, такие уже ближе к вип-подаркам бизнес-классов. Прямо ручная работа. Прямо ручная работа. Это же нелегко. Это для меня вообще фантастика, потому что это резьба по коже. Ну, тиснение на коже, мне кажется, более проще делать, чем резьба. То есть, вещи все получаются живые. Очень много кукол разных, от текстильных в стиле тильда, ну, это такая известная достаточно техника, до фарфоровых. Причем на изготовление одной куклы уходит больше месяца, как мастера говорят. То есть, там прям грязнички, пальчики, все-все-все. То есть, это фантастические такие вещи, они действительно эксклюзивные. Также представлены работы художников. То есть, мы не позиционируемся, как в художественной галерее, но, тем не менее, работы художников, картины, написанные маслом, и графисты из Академии Городка у нас тоже присутствуют. Также у нас присутствуют еще очень интересные работы. Очень много брошей. Я даже не знала, что такое количество техник существует. То есть, это от бисера до текстиля. То есть, когда ты из натурального шелка видишь цветы, которые, они реально не отличаются ничем от живых, то есть, это прям завораживающее такое зрелище. Ну, вот как-то... Татьяна, как и когда все началось? Да. С чего? Сели вы такая... Ну, я так абстрагируюсь, да, там в декрете обычно сидят мамочки. Что я умею? Вязать умею. И начинает вязать, да, допустим. Потом кто-то расширяется до вот таких баснословных ассортиментов, а кто-то так и вяжет носочки. А как у вас началось все? Ну, началось все, на самом деле, очень давно. Но вообще творчеством я занимаюсь, ну, не скажешь, что с рождения, как все говорят. Ну, так лет шестнадцати. То есть, это сначала было все связано с шитьем. Ну, тот момент наше постсоветское время, что ткани были, купить нечего было. Как-то хотелось выделяться и все такое прочее. То есть, выяснилось, что я умею шить. Причем нигде не участвовала, а школьные навыки. А дальше пошло больше. То есть, ты хочешь себя украшать, ты начинаешь что-то делать. Потом появились украшения, которые можно купить. А потом получилось так, что в силу обстоятельств мне пришлось некоторое время провести дома. И чтобы, так скажем, после очень активной работы ты попадаешь в такие условия, что ты сидишь в четырех стенах, и тебе нужно чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума. Ну, и вспоминаешь, что у тебя есть какие-то там бусики, и ты начинаешь их перебирать. Вот Татьяна была первым почитателем моего таланта. Первые украшения, которые были сделаны, были сделаны для нее. Мне было это безумно приятно. Где украшения? Любительница камней, на самом деле. Да, то есть, мы оказались такие любители натуральных камней, ценители. И как-то ниоткуда понимание, что вот это нравится, это хорошо, это плохо, сочетание камней. То есть, мы люди не гемологи, да, то есть, как бы мы обычные творческие личности, которые... Ну, вот получилось так, что... И дальше пошло больше, мои работы увидели, ну, уже как сарафанное радио, друзья-друзья, и меня пригласили поучаствовать в проекте «Неделя высокой моды» в Новосибирске, не помню, лет пять назад это было. И вот оттуда все и началось. А вот как хобби переросло в бизнес, мы узнаем после рекламы. Согласны? У нас в гостях участница проекта издательского дома «Советская 7.Роста» Татьяна Дейнега, директор компании «Фурор» и партнер Татьяны Анна Клюкина. И мы остановились на том, как сарафанное радио вездесущее помогло вам стать более-менее известным человеком в этой среде, правильно я понимаю? Да, правильно. И вот тут уже, наверное, зародились мысли, что надо этим воспользоваться. Ну, сначала было пара лет участия в проектах в наших рядах торговых центрах, проходят такие ярмарки сезонные, там, поучаствовав, я поняла, и с помощью еще поддержки своего мужа, что надо не вот этим заниматься, потому что это слишком мелко, а расти куда-то больше. Потому что ты как мастер, ты не можешь находиться вот в рамках, тебя загоняют там временные, да, ты должен находиться с утра до вечера в торговом центре. Вот это должен быть простор для творчества. Чтобы был простор для творчества, тебе нужно что-то свое собственное. И вот пришла такая мысль, не открыть ли свой собственный салончик, магазинчик, какой-то что-то такое, бытичок, так назовем это все, и привлечь еще ряд людей, потому что за время участия в разных этих проектах познакомилась с людьми, которые делают потрясающие вещи, но они совершенно не умеют их продавать, позиционировать. Ну да, это разные вещи, творчество делать и продавать. Да, продвигать. Продвигать, да, это все, потому что на самом деле талантливые люди, вот они, я теперь уже поняла, и сама, я сама очень безумно стеснялась, если бы не Аня, я бы навряд ли как бы куда-то, потому что ты делаешь, тебе кажется, что красиво, а ты им, очень важна оценка со стороны, а тебе очень сложно ее получить, и получить еще объективную, потому что каждый год, ой, фигня, я тоже так могу. Ну, делайте, пожалуйста, то есть выходите, там еще что-то, или кто-то, очень дорого, ну, тоже попробуйте это с вами сделать. И вот зародилась такая идея сделать такой проект. Началось прям буквально там с пары человек, вот, данный мой проект уже полтора года. Вот, в том году мы были очень маленькие, а после Нового года мы решили расшириться до таких масштабов больших. У меня представлено более 60 мастеров в салоне, не считая меня там, и еще там моих пару прям близких друзей. Вы хорошо расширились. Да, мы очень хорошо расширились в салоне. По всей Сибири, так понимаю, они мастера? Из Омска, из Томска, из Барнаула, из Кемерово, из Новокузнецка, с Алтая. То есть вы дистанционно работаете, они присылают вам свои работы, а вы их выставляете в салоне? Да, сейчас как бы вот тоже из Москвы девушки нам присылают свои работы, украшения, и еще Центральная Россия сейчас будет присылать из Украины, тоже у нас есть работы разных мастеров. То есть на самом деле творческих людей очень много. И вот мне очень хотелось собрать это все воедино, и у меня, я надеюсь, что это получилось. Плюс у нас еще проходят мастер-классы, то есть каждый мастер может прийти и тому, что он умеет, научить кого-то. Об этом у нас всегда вывешивается такое маленькое объявление, что желающие набирается группа, и вот ребята учатся от... Ну, то есть мастер-классы разная возрастная группа, от маленьких до взрослых, так скажем. Сложно было занять вот эту нишу, потому что конкуренция ведь большая? Нет, конкуренции в данной сфере нет. Теперь? Вот на сегодняшний день я не считаю никого своим конкурентом. А, вот так? Да. Потому что... То есть в чем-то эксклюзивность вашей компании? Эксклюзивность в том, что то, чем ты занимаешься, это нужно прям любить. Любить до глубины души. И я считаю, что данный проект может возглавлять, двигать, продвигать. И только человек, которым совмещаются два начала. Творческий потенциал и потенциал организатора и продвижения. Так как у меня за ключами 15 лет, как так назвать, продвижения рекламы, то есть я очень хорошо мне продавать. И зная вектор движения, куда нужно это двигать. И очень чувствовала аудиторию, что нужно делать, как нужно делать. То здесь получилось, что во мне, как в организаторе, соединились две тысячи творчества и коммерция. Я на самом деле очень мало знаю людей, в котором это совмещается, в таком тандеме, вот именно правильном. Аня, подсказываю. Не молчи. Татьяна уникальна в том, что она делится идеями очень легко. Она мастерам предлагает свои идеи, каким образом можно продвигаться не только в нашем салоне где-то еще. И вот это вот такой тандем, то, что к нам люди тянутся, и мы с удовольствием с ними работаем. Они возвращаются, они подтягивают еще кого-то. Вот в этом, наверное, и есть самый главный успех. Потому что вот это человечество, это душевность, которая идет от вещей, которые делают мастера своими руками. И вот наше общение общее. Ну и получается, когда ты зациклен только на своем творчестве, все равно приходит такой, ты смотришь, может тебе кажется, что все классно. А здесь получается, видимо, я умею донести до людей, люди, наверное, умеют меня слушать. Я могу сказать, что попробуйте сделать вот так. То есть я не всеми техниками владею, а какими-то что. И народ прислушивается делать, и да, и получается, вау, то есть ты двигаешься в какой-то сфере. Потому что бывает человек технически очень делает все правильно, но, например, что-то чуть-чуть с цветом, чуть-чуть с формой, ну вот немножко там что-то крупновато, а надо чуть поменьше. Вот я это каким-то образом чувствую, и вот прошу сделать вот именно под... Ну небольшой такой, конечно, рамки салона, да, и спрос покупательский. И вообще получается прям сразу все вот выстреливает, все замечательно. Постоянный клиент есть у вас уже? Да, у нас постоянный клиент есть. И какие-то, может быть, звезды, известные люди? Ну у нас есть любители, почитатели, я, к сожалению, к своему не знаю фамилии, актеры, актрисы из театров. Есть много, это уже хорошо. Да, потому что у нас потрясающие там есть вещи. Но я смотрю вот то, что вот у вас... А у меня вопрос такой возникает. Вам приходилось в течение вот этого пути учиться же, тоже какие-то, обладевать какими-то навыками? Вы же сначала просто шили. Да, я занималась шитьем, и сейчас я тоже занимаюсь шитьем, и у меня сейчас опять, у меня куча идей в голове зреет новый проект очередной. Мне помогла одна очень моя хорошая, близкая, знакомая, именно освоить технику, собирание, вот эта вот художественная сборка, бус, да, скажем так. Там есть ряд технических моментов, которые ты должен понять, потому что работать пассатижами и все, это немножко для меня мужское такое занятие, я не очень понимала. Мне вот человек объяснил, как я очень быстро уловила суть, а дальше дело техники и уже подбора, так называемым, камушков, да, то есть по цветам, по энергетике, там, по всему. Не только техники дело, но и вкусы. Да, и дело в вкусы. Ну это да, безусловно. А дальше уже все приходит, у тебя просто, ты не знаю, такое творческое какое-то озарение. Ну вот как, наверное, я не люблю себя сравнивать с художником, да, который пишет картины, или там пишут стихи, которые что-то, о, ты к кому за посетила, и все. Но состояние, видимо, где-то приблизительно так, потому что бывает, тебе ночью присниться, ты встаешь, зарисовал в альбом быстренько, утром встал и это собрал. И вот, как правило, такие вещи, которые тебе вот так приходят, они у самого себя. Это вдохновение вас никогда не покидает. Та самая веселая, коротенькая история, о которой мы много говорили, о нас осталось буквально полторы минутки. Просим. Мне на день рождения подарили сертификат в арт-студию учиться писать картину. Вроде как в детстве мы это все учились немножко писать, но тут пришло. В общем, решила Таня написать картину «Ваза с пионами». Получилось... Ну, что-то получилось. В общем, один пион из семи получился. Все остальное. Абстрактный букет. Да, абстрактный букет. Но как бы опыт есть опыт. Я поняла, что мне это очень понравилось, и я хочу дальше развиваться, продолжать, и возьму еще, наверное, пару уроков. То есть скоро мы будем ждать от вас и картин. Ну да, видимо, Пикассо вам не зарождается новый. Отлично. Татьяна Денега, директор компании «Фурор» и партнер Татьяны Анны Клюкина были у нас в гостях. Спасибо вам большое. Главное не останавливаться. Да, и удачи во всем. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.